Как создать успешный бизнес на селе? Примеров в России, да и в Татарстане хватает и все-таки опыт Георгия Попова и Айгульханова и руководителей сельскохозяйственного кооператива Мусабай можно назвать уникальным. Хозяйство огромное и при этом самодостаточное. Даже в кризисной 2020-й птицеводческие комплексы работали как часы. Георгий не без гордости замечает, продали по итогам года 1 миллион 350 тысяч голов птицы среди клиентов покупателей со всей России от Крыма до Красноярска. Семейный бизнес по выращиванию уникальных пород, утки и кур стартовал больше пяти лет назад. До этого Георгий и Айгуль 16 лет прожили в Казани. Она нашла себя на госслужбе, он комфортно себя чувствовал в ресторанном бизнесе и вот такой крутой разворот в карьере. А на самом деле, говорит Айгуль, мы просто вернулись к истокам. Птицеводством много лет занимался и сейчас занимается ее отец Ренат Ханов. У меня не было ни одного дня, чтобы мы об этом пожалели. Что мне больше в этом нравится, это вот именно, как было уже сказано, свобода действий, свобода выбора. Что помогло преодолеть трудности? Наверное, неизгибаемая вера в себя и свою команду, говорят Айгуль и Георгий. Начинали они даже не в чистом поле, а с настоящей разрухи, убитых корпусов, грязи по колено и мусора. Все это нужно было разгрести, привести в порядок, превратить десятилетиями бездействующий объект, построенный еще в Советском Союзе в современное хозяйство. Масштаб захватывал и пугал одновременно. Только представьте, 10 корпусов, предназначенных для нужд КАМАЗа, пришедшие в абсолютную негодность. Как это выглядело спустя пять с лишним лет, еще можно увидеть. Георгий показывает нам помещение, которое предстоит вернуть к жизни. Когда вы это увидели, у вас не было уехать желания сразу? Нет, не было, потому что я видел тот потенциал работы и как это будет выглядеть в конце. Тот настрой, который на сегодняшний день Айгуля Ринатовна позиционирует и приводит в жизнь, он на самом деле всех заряжает. Сейчас кооператив «Музабай» объединяет 32 участника, а птицеводческий комплекс Хановых – это шесть площадок в деревнях Тукаевского и Заинского районов. Один из принципов – разделение труда. Это позволяет, используя серьезные масштабы хозяйств, вести бизнес рентабельно с прибылью. Еще один плюс – возможность полноценно участвовать во всех республиканских программах поддержки, получать помощи и субсидии. Мелкому, например, фермеру ему тяжело реализовать в одиночку свою продукцию. Очень тяжело заходить в те же сети, в те же магазины. Это очень здорово, что вновь открываются вот такие кооперативы, где люди, во-первых, объединяются, создаются новые рабочие места. Именно такая кооперация может вывести нас на траекторию устойчивого развития, говорили участники схода предпринимателей татарских сел в Казани. Эта пандемия показала, когда границы закрыты, можно создавать успешные локальные технологические цепочки внутри регионов. Сейчас время их связать воедино. Каким образом? За счет потребительской кооперации или другими способами как раз обсудили предприниматели на сходе в Казани. Из последних трендов – мощный подъем аграрного бизнеса в стране. Так у нас все хорошо в бизнесе сейчас. Да? Очень хорошо. От производства зерна Россия получает сегодня больше, чем от производства оружия. А в прошлом году, в 2020, даже выручка от экспорта сельхозпродукции превысила экспорт газа. Можете себе представить? Поэтому, так как это сырье возобновляемое, мы каждый год выращиваем, выращиваем, выращиваем. Впрочем, внимание, рост интереса к сельскому хозяйству вновь и вновь обращает нас к его извечным проблемам. Они никуда не ушли. Рост цен на энергоносители – вопрос с поддержанием на плаву убыточной торговли на селе. Он сегодня зерно собрал по одной цене, засеял, допустим, весной, а осенью поднялась цена на газ, на свет, на бензин. Естественно, ему приходится поднимать цены. У нас люди сравнивают литр молока с бутылкой газированной воды и литр солярки. Я не знаю, сколько у вас в Татарстане, но у нас в Омской области, конечно, солярка сегодня. Вот, неподъемная цена. Мы сюда приехали, уже это поддержка, вот как бы, вот, наше участие здесь. Вот друг друга учимся, учимся и еще раз учимся. Ну, Татарстан может... Ну, Татарстан – это для нас материнская площадка, и в Татарстане АПК сохранилось достаточно серьезно в Российской Федерации. Это все знают, и поэтому и в Татарстане собираемся. Так уж совпало, что вопросы поддержки малого бизнеса, в том числе и на селе, поднимались в Казани на недели не раз. На встрече президента Рустама Миниханова с общественными представителями бизнес-омбудсмена Республики в муниципалитетах речь зашла о наболевшем, о чем мы уже неоднократно рассказывали в нашей программе. Как смягчить переход предпринимателей с ЕНВД на другие формы налогообложения, в частности, на патент. Соответствующий законопроект был принят еще до Нового года, но только теперь стало понятно, что он нуждается в корректировке. Рустам Миниханов эти изменения поддержал и обратил особое внимание, что нужно предусмотреть отдельные меры для помощи сельским предпринимателям. У нас с 23-го, вот, Фарик Карлович, у меня был, будет сессия, если мы успеем. На комитете рассматриваем эти вопросы. Четыре части будет себе вносить изменения. Физический объем – это от размера квадратных метров торговой площади, то есть полезной площади, а не общей площади. И еще коэффициент от малых сел. Второй и пятой группы муниципальных образований – дополнительный пониженный коэффициент. А для сельских поселений, не являющихся центрами, еще дополнительный пониженный коэффициент. Что это за поправки, подробно на примерах мы расскажем вам в следующих выпусках программы «Семь дней», а сейчас в Корстон. На площадке этого торгово-развлекательного комплекса в Казани уже по традиции была организована главная площадка схода. Здесь царила, как сейчас говорят, аутентичная или подлинная атмосфера татарского села, наполненная ароматами чак-чака, мясными деликатесами, подпроигрыш татарской гармонии и других национальных татарских инструментов. В такой обстановке и разговор на тему сохранения татарского села, а значит традиций, обычаев, родного языка получился и теплым, и продуктивным одновременно. Ярким, эмоционально насыщенным получилось выступление конезаводчика из Башкортостана Хасана Идиатулина. Он весьма символично начал свое выступление с видеоролика, где кони выстроились на снегу в надпись «Мы татары». При этом Хасан Абы заметил, что его мечта – довести количество голов лошадей с нынешних полутора тысяч до десяти тысяч. Зачем? Ние дейсіз 10 тысяч отбуса, татаргына тугіл, бошка милетлерин де тарихын шығар, оқ корга, йоза біз. Башка милетке біз уңай мисалгына вирэбэс. Уңай гына мисалгына вирэбэс. Шакармы біз сушка, битерге, шакарабыз маторлэгка, пухталюкке, баратик олгат. АПЛОДИСМЕНТЫ Выступая на сходе, Рустам Мениханов не скупился на похвалу. «Мы гордимся вами и вашими успехами», – обращался он в зал. И, к слову, заметил, что среди руководителей ведущих институтов России, разработавших вакцину от коронавируса, также наши татарские парни, имея в виду, видимо, директоров Новосибирского центра «Вектор» и центра имени Чумакова Рената Максютова и Айдара Ишмухаметова. Тимур Викмурзин, Андрей Мохов и Андрей Ключников. «Семь дней». Но больше всего на всероссийском сходе меня поразило выступление фермера Ильхама Шакировича Акчурина из села Батырово Федоровского района Башкортостана. И вот, что он сказал. Давайте послушаем. «Быз койдағын айырсакте, өзі бізнің татар иканлебізні ұнытмасқа. Мұның білан ғырурланырға тиешбіздеп ойлем. Балалар біз, ұнықлар біз, өзі өзі әрінің милетінің татар иканлебін біліп, динебізні, тілебізні соқлап, тұрмышларын алып барыға тиешілердердеп ойлем. Яқшы үш башқару, яқшы ұғару ұңышларға ирішу ұл өзі бір милі қараққат дірдеп ойлем. Яқшы өзі бізнің балалар, ұнықлар татар тіліндегі шиғырларыны, әкетлеріні, жырларыны тыңлап, өзі бізнің милі бейулардыға бейселер бек айбат болыр еді деп ойлем. Бізнің көп милі әтілі башқы құрсыстаны бізді милі мәселелер көбіп тұра, оларыны біз, ябай қалық арасында ондай мәселелер ең. Біз қайдағында өрсекте, өзі бізнің яқшы үші біз білін, яқшы үші бізнің көрсетіп, өзі бізден үлгі көрсетіргәті үші біздердеп ойлем. Милі әтілі құрсында бізнің милі әтілі кемсетіргә өйліған кішілер қайсы бұрақытыны бәқәсі көріп кейтәбізді. Неші кейтіп, бұл кішігі әлік бетінде тұрыша біз ұнлатырға, тұрықтар, тұтар кім бұлған ұл, шуай бұл бұлған деп сөйлешәбіз бетін. Кәлі қызғағын бұл қайсы бұл 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 бәтіп көзбізді. Действительно бравы, я тоже аплодировал. В селе Батырово Баш� desіран әлің батыры. Сетеченіки, берігіп с них пример. Ведь что сказал Ильхам Батыр, герой нашего времени? Он подчеркнул, как важно сохранять национальную идентичность, быть татарин, где бы ты ни жил.